Социальное предпринимательство занимает ключевую роль в формировании новой экономики. Такое мнение все чаще озвучивают федеральные эксперты. Вместе с тем Югра уже четвертый год подряд занимает первое место среди регионов России по реализации механизмов поддержки СОНКа и привлечению негосударственных поставщиков в социальную сферу. Помогает югорчанам создать свой бизнес, специальные образовательные курсы и наставничество фондов. Сколько времени нужно, чтобы запустить свой проект и кто курирует начинающих предпринимателей, расскажет Мария Ливанян. Создать нужный и важный для югорчан проект. Мечта Анастасии Костровой – открыть центр дополнительного образования для детей с особенностями развития. На идею ее подтолкнула в том числе и личная заинтересованность. У двух ее детей задержка развития лечи, а найти нужных специалистов в Нефтьюганске она не смогла. Я понимаю, что если я сама не сделаю что-то подобное для того, чтобы помочь вытянуть мне своих детей, и их больше никто не вытянет. Я хочу как минимум отстаивать их права, помогать мамочкам. Анастасия хочет помогать мамам бесплатно или за символические деньги. Она рассчитывает на государственные меры поддержки – гранты, субсидии, налоговые льготы. Чтобы узнать, как все это получить, она пришла в школу социального предпринимательства. Проект подходит для тех, кто только задумывается о создании бизнеса и тех, у кого уже есть свое дело. Наша задача – подготовить этих поставщиков, чтобы они знали отраслевую принадлежность, умели иметь возможность заработать свободно на рынке и пользоваться теми ресурсами, которым государство передает. Это такой симбиоз власти и бизнеса, когда в конечном итоге получает пользу выгодоприобретатель населения Югры. То есть это частные детские сады, которые по цене равны государственным. Это дополнительное образование, которого всегда не хватает. Обучение длится три месяца. В течение этого времени сертифицированные бизнес-тренеры помогают освоить особенности налогового законодательства, тонкости ведения бухгалтерии и формирования маркетинговой деятельности. Проекты, разработанные в школе, получают дальнейшее сопровождение фонда «Мой бизнес». По окончанию курса ученик может получить статус социального предпринимателя, что дает налоговые льготы и преимущества по предоставлению в аренду муниципального и государственного имущества. По данным фонда «Наше будущее» среди действующих социальных предпринимателей Югры 80% выпускники школы. Школа дает очень серьезную базу знаний, которые действительно потом в жизни любому человеку они просто пригодятся. И сейчас на территории Югры как раз большинство из них, выпускников, являются поставщиками услуг социальной сферы на всей территории автономного округа. Проекты отдельные, конечно, можно бесконечно называть, но, еще раз говорю, это люди-лидеры, это те, которые действительно помогают. И сегодня они находятся в такой хорошей, качественной конкуренции с бюджетными и государственными организациями. Занятия будут проходить в очно-заочном формате. Заявку на участие можно подать до конца марта на сайте школы социального предпринимательства. Мария Ливанян, Денис Зонов, Сургут, Интерновости.